Девушки отдыхают Не раскасался этих вопросов в своих поучениях, и поэтому нам нужно их разобрать. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Очень интересная и важная мысль. Кто такие возмутители города? Это по-нашему революционеры. Так вот, Писание говорит, что возмущают город люди развратные, то есть всякий революционер развратен. В греческом языке это слово звучит как «лимос», которое переводится как «эпидемия» или «мор». Например, слава Господа, будут большие землетрясения по местам и глады и моры. Последнее слово «моры» в греческом обозначено именно этим словом «лимос». А в притчах это же слово является характеристикой революционеров, возмущающих город. Интересный факт, не правда ли? То есть мятежников, возмущающих город, Соломон, во-первых, приравнивает к болящим, а во-вторых, плоды их деятельности он сравнивает с эпидемией, такие как чума, например. И выходит, что революционер – это неконтролируемая чума, тиф или холера, уносящая жизни многих на своем пути. Это подтверждают исторические факты. Не было ни одной революции в истории мира, которую можно было бы назвать благой, хоть все они преследовали благие цели, но осуществлялись разрушительными средствами. Возьмите Великую Буржуазную революцию или нашу отечественную 17-го года, или современные цветные революции, по плодам своим все они действительно сравнимы с эпидемией, а порой и хуже. И вот современный синодальный перевод называет этих людей развратными, как мы сказали в греческом языке это слово «лимос». И с одной стороны это слово «эпидемия», с другой стороны эта характеристика «развратная» тоже подходит к революционерам, она тоже верна, о чем свидетельствует история мировых революций, а также жизнь и мировоззрение их основных зачинщиков. Но наверняка возникнет законный вопрос «как же изменить свое государство, если я считаю, что мы идем неверным путем?» Конечно, часто такие взгляды бывают глубоко субъективными и неверными, но возьмем идеальные условия, в которых человек действительно оказывается прав. И будем учиться из Писания. Период земной жизни и деятельности Христа был для израильского государства действительно временем глубокого кризиса. Мирская власть, то есть династия Иродов, по происхождению были идумеями, которые всегда враждовались иудеями. И они по закону не могли быть у власти, но находились там благодаря протекторату Рима. С религиозной властью было еще хуже. В ее главе стояли саддукеи, для которых религия и бог были лишь инструментами заработка, а сами они были жуткие материалисты. И таким образом поводов для того, чтобы свернуть такое правление, было более чем предостаточно, причем поводов законных и объективных. Поэтому и появлялось много фанатичных революционеров в то время, желающих воссоздать царство праведного Давида, даже если для этого нужно будет пролить реки крови. Того же ожидали и от Христа. Однако как он поступает? Организует ли мятеж, возмущает народ или собирает войска? Нет, конечно. И Христос действительно изменит мир, но не совершит при этом революцию. Нужно понять, что изменить и революция – это два разных слова. И главным оружием Христа будет слово и собственный пример. Именно этими средствами Христос воздействовал на апостолов и всех тех, кто окружал его. И именно через эти невещественные оружия произойдут будущие изменения. Вот единственный и правильный пример для каждого христианина, как должно поступать. Вот почему во все века, которые всегда были непростыми, христиане не были в числе революционеров, во всяком случае те из них, кто действительно понимал и следовал Слову Христа. Вот почему апостол Павел призывал к повиновению властям, даже если они языческие. Дело в том, что любое внешнее изменение должно предваряться изменением внутренним. Дух созидает в себе форму. Общество и народ должны быть готовы принять изменения, а для этого всегда необходимо внутреннее преображение человека, что, в свою очередь, требует времени. Христос умел ждать. И с момента его распятия до того, как Римская империя стала христианской, пройдет целых три столетия. Триста лет. Именно столько потребовалось для внутреннего преображения массы людей. А революционеры ждать не хотят, они этого не умеют делать. И именно поэтому путь революции заведомо обречен, поскольку изменение лишь внешней формы, без внутренних перемен, всегда приводит к различным уродствам. Помните, как в Евангелии говорится, не вливают вина молодого в мехи ветхие и не пришивают новую заплатку к ветхой ткани. Итак, в то время как люди, развратные подобно эпидемии, возмущают город, люди, мудрые, в свою очередь, утешают мятеж. Думаю, что слова этой притчи вполне актуальны не только для христиан, но и для всякого человека, стремящегося к мудрости. Хотите проявить свою мудрость? Не становитесь на стороне мятежников и не входите в ряды революционеров. Помните, что никакая революция не оправдывается своими целями. Христианин и мудрый человек не будут ее участниками. А если перемен требует вашей сердца, то посмотрите, например, Христа, который без единой революции изменил весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok